Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Неделя только началась, а Nvidia с AMD уже разогрели новостные ленты. Красные приоткрыли завесу о новых Ryzen 4000, из сети пошли очень интересные сливы тестов в Бигнави. Поэтому давайте в этом видео попробуем разобраться с ситуацией вокруг Zen 3 и RDNA 2, а также я поведаю вам о самой важной покупке Nvidia. Ну а перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте для начала я вам расскажу что такое архитектура ARM. Это микропроцессорная архитектура с сокращенным набором команд, разрабатываемая компанией ARM Limited. Если коротко, то эта архитектура используется во всех смартфонах, даже с которого возможно прямо сейчас смотрите это видео. Помните я уже как-то говорил о намерении зеленого чипмейкера прикупить себе ARM? Так вот спустя несколько месяцев спекуляций корпорация Nvidia официально объявила о приобретении ARM Limited у японской холдинговой компании Softbank Group. На покупку разработчики одноименной архитектуры мобильных процессоров зеленые потратят всего-то 40 миллиардов долларов. Эта сделка уже считается крупнейшим приобретением за всю историю полупроводниковой отрасли. Если рассматривать IT бизнес в целом, то она уступает только покупке компании Dell производителя средств хранения данных за 67 миллиардов долларов. В ближайшее время Nvidia будет ждать одобрения регулирующих органов, на что уйдет примерно 18 месяцев. Согласно договору покупки Nvidia выплатит Softbank наличными 12 миллиардов долларов, включая 2 миллиарда сразу после подписания сделки. И еще 21,5 миллиарда японцы получат в виде акций компании Nvidia. Дополнительные 5 миллиардов будут выплачены акциями или наличными с учетом будущей выручки ARM, а ее сотрудники получат ценные бумаги Nvidia на оставшиеся 1,5 миллиарда долларов. Nvidia заявила, что сохранит приверженность открытой модели лицензирования ARM и нейтралитета по отношению к клиентам, расширив портфель лицензии ARM за счет наработок в области графики и искусственного интеллекта. Согласно пресс-релизу, лицензиаты ARM уже отгрузили более 180 миллиардов чипов на основе архитектуры. Добавление интеллектуальной собственности Nvidia в этот портфель станет заманчивым предложением. Интеллектуальная собственность ARM останется зарегистрирована в Великобритании, а Nvidia сохранит имя и сильный бренд ARM. Штабб квартира компании будет и дальше находиться в Кембридже. Более того, Nvidia планирует построить там новый исследовательский центр, который будет ориентироваться на разработку технологий, связанных с искусственным интеллектом и суперкомпьютерами. А при разговоре с Forbes Хуанг упомянул, что изменится, так это скорость обновления нашей дорожной карты. Мы знаем, что центр хранения и обработки данных, а также облака, остро нуждаются в микропроцессорах ARM. Энергоэффективность напрямую влияет на вычислительные мощности, объемы вычислений и стоимость предоставления этих услуг. А теперь представьте, что это означает для всей индустрии. Nvidia теперь будет владеть технологией, которая используется во всех смартфонах. А с недавних пор будет использоваться во всех яблочных ноутбуках и ПК. И хоть архитектура сейчас нужна больше для серверов, но если опыт Apple со временем покажет, как она способна показать себя в ноутбуках, то вполне возможно, что они также перейдут на ARM. Так как у Intel и AMD уже готовы козыри в рукаве в виде систем на кристалле ARM. И вполне может оказаться, что переход индустрии на другую архитектуру не такая уж и фантазия. Тем более, где нужна высокая энергоэффективность, например в ноутбуках, ARM показывает там себя намного лучше. Но скорее всего полного перехода не случится, так как софт, который сейчас используется для ПК, придется просто переделать или выкинуть. А вот частичное разделение на мой взгляд вполне имеет место быть. Ну и давайте посмотрим, что новенького нам рассказали AMD про Ryzen 4000. На этот раз в сети оказалась свежая порция конфиденциальных документов AMD, в которой раскрываются особенности готовящихся новинок. По этим документам можно узнать, что процессоры AMD Ryzen 4000 для настольных платформ AM4 унаследуют многокристальную компоновку от актуальных Ryzen 3000. На одном текстолите в новинках будут распаяны 1 или 2 7-нм чиплета CCD с ядрами Zen 3 и 1 кристалл ввода-вывода, содержащий контроллеры DDR4, PCI-Express 4.0 и другие интерфейсы. Допускается работа с памятью DDR4-3200 в двухканальном режиме с парой модулей на канал. Основные изменения при переходе с Zen 2 на Zen 3 кроются во внутренней структуре чипов CCD. Емкость кэш-памяти осталась на прежнем уровне 512 кБ на ядро в случае L2 и 32 мегабайта общего кэша третьего уровня на одном чиплете. Но теперь один такой кристалл содержит цельный восьмиядерный блок CCX, что обеспечивает меньшую задержку при межъядерном взаимодействии и доступе к третьему кэшу, чем при использовании двух четырехъядерных модулей Zen 2. То есть, если раньше было по два блока по четыре ядра, то теперь все восемь ядер будут находиться сразу в одном блоке. А как мы знаем, это приносит очень неплохой прирост производительности на опыте с Ryzen 3 3300X, но у него было всего четыре ядра. А вы представьте, насколько быстрее будет сразу восьмиядерный CCX. Ну и как прежде, флагманские CPU будут оперировать 16 физическими ядрами с поддержкой технологии SMT и 64 мегабайтами общей кэш-памяти L3. Инженерные образцы топовых Ryzen 4000 согласно утечкам работают на частоте от 3.7 до 4.9 ГГц в динамическом разгоне. А вместе с ростом числа выполняемых за такт инструкции, которые принесет микроархитектура Zen 3, это обеспечит им заметное преимущество над аналогами Ryzen 3000. Ну и как видите, предположения сбылись, и по сути Zen 3 это доработанная версия Zen 2, которую можно было бы обозвать Zen 2+. Но пока еще остается неясно, что там будет с делителями Infinity Fabric, и на какую частоту ОЗУ можно будет рассчитывать. Если в этом плане будет заметный прогресс, то в сумме с нововведениями и большой частотой, я думаю, мы получим отличный результат. А уже дикий прирост я лично ожидаю от нового поколения в конце следующего года, когда уже должна будет подъехать DDR5, которая должна будет кардинально улучшить работу с ОЗУ. И кстати, с ее приходом опять возобновится война между AMD и Intel, когда оба чипмейкера будут пытаться выжать все соки и своих камней при работе с ОЗУ. А вот что касается в Big Navi, то здесь вся информация под большим вопросом, но рассказать я вам ее просто обязан. Согласно одному сливу, один из 3D-ускорителей AMD Navi 2 был замечен в онлайн-базе игры Agents of Singularity. В ней новинка показала неплохой уровень быстродействия, выступив наравне с актуальными топами Nvidia GeForce RTX. Технические характеристики устройства, к сожалению, остаются неизвестны. Если верить слухам, в Radeon одновременно работают над двумя графическими процессорами для видеокарт Radeon RX 6000, Navi 21 и Navi 22. Оба видеоядра превзойдут по быстродействию Navi 10, которая используется сейчас. Однако какой из них засветился в Wages of Singularity в настоящее время не ясно. Но тесте с пресетом Crazy 4K безымянная новинка AMD Radeon догнала видеокарту GeForce RTX 2080 Ti, работающий на штатных частотах. Весьма неплохо, правда не стоит забывать, что 3D-ускорителями AMD Navi 20 придется соперничать с адаптерами Nvidia Ampere. И сможет ли флагманская Radeon RX 6000 навязать борьбу GeForce RTX 3080 или 3090 пока не ясно. Также из еще одного источника прилетел инсайт, что в среднем RX 6000 примерно на 20% быстрее, чем разогнанная RX 5700 XT. Также новинка примерно равна GeForce RTX 2080 Ti, что подтверждают слитые тесты. При этом разогнанная RTX 2080 Ti на 25% быстрее, чем видеокарта конкурента. Потенциал разогнанной новинки красных пока неизвестен. А что касается сравнения RX 6000 с новой RTX 3080, то видеокарта от Nvidia будет примерно на 55% быстрее. Так что если верить этим утечкам, то AMD сможет конкурировать только с 3070 и возможно за более приятный ценник она сможет занять свое место на рынке. Но что касается флагманов, то тут скорее всего победа будет опять за зелеными. Но об этом мы уже точно узнаем в конце октября. И я обязательно вам расскажу обо всех новинках. Ну а если вам понравился этот внеплановый новостной выпуск, то обязательно поставьте ему лайк. А я хочу напомнить вам, что вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!